ВОЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ Это предыдущий глава китайского правительства. Сегодня якобы Си Цзиньпинь появился на публике в маске. Но мы не уверены, кто появился в маске, потому что все-таки маска присутствует на лице. Что касается переворота. Пока Си Цзиньпинь находился на шанхайском совещании, то в это время ему дома приготовили уже арест. Собралась группа под руководством Ху Цзиньтао и они собрались арестовывать. То есть они его арестовали, как только он приземлился в аэропорту. После этого перекрыли все движение. В Китае пошли. Военная техника стала входить в столицу. В Китае были отменены 6 тысяч рейсов авиационных. Наземный транспорт также не ходил в некоторых местах. Ху Цзиньтао имеет большую поддержку и влияние в Китае. Поэтому им удалось совершить этот переворот и арестовать Си Цзиньпинь. Собственно говоря, так же, как и арест Путина в России, хотела сказать. Нет, друзья, не в России. Но Путин также находится под домашним арестом. Поэтому власть сегодня приходит к совершенно иным людям. Останутся ли они надолго и что они будут делать дальше с этой властью, мы пока не имеем представления. Во всяком случае, информация о Си Цзиньпине просочилась через соседнюю Индию, потому что там буквально взбудоражены этой новостью. Российские источники не торопятся сообщать об этом. Согласно изданию New Highland Vision, в это время бывший генеральный секретарь Китая Ху Цзиньтао заручился поддержкой бывшего премьер-министра Вэня Дзебао и экт-члена постоянного комитета Суньпиня, чтобы установить контроль над Центральным бюро охраны. Этот орган обеспечивает охрану членов постоянного комитета Политбюро и других лидеров Коммунистической партии, в том числе и генерального секретаря. Заговорщики уведомили Центральный комитет о захвате ЦГБ и лишили Си Цзиньпиня власти во время его отсутствия. По слухам, государственная охрана задержала Си Цзиньпиня в аэропорту Пекина 16 сентября, когда он вернулся с саммита ШОС. Ху Цзиньтао призвал в столицу большое количество войск, которые перекрыли выезды из города и задерживают протестующих. Пользователи соцсетей обратили внимание, что за последние два дня пекинский аэропорт отменил более 6000 рейсов, как внутренних, так и международных, а высокоскоростная железная дорога приостановила продажу билетов. И еще одно знаковое событие произошло 22 сентября. Заседание военной комиссии для обсуждения вопросов национальной обороны. На нем не было Си Цзиньпиня и министра иностранных дел Ван И. Зато Ли Цяо Мин восседал на почетном месте в первом ряду. В зале также оказался чиновник Шиньян Кан, недавно уволенный генсеком. 105-летний старейшина Су Пинь публично выступил против Си Цзиньпиня, раскритиковав его за изоляцию Китая. А 19 сентября в Патрушев Николай Патрушев прибыл в Китай, где у него состоялись двусторонние консультации. Вы понимаете о чем, да? То есть в Китае стало неспокойно. Патрушев срочно вылетает в Китай. Какие-то консультации, но это общие рамки внешние. Мы не будем даже о них думать, просто это внешние рамки, почему вдруг Патрушев вылетел в Китай. И мы знаем, что Путин провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином еще в ШОС 15 сентября. А Си Цзиньпин, в свою очередь, сказал, что готов вместе с Россией организовать вывод меняющегося мира на траекторию устойчивого развития. О как! Китай инвестировал в Приморье 7 миллиардов рублей. Китайцев в России море огромное количество. И вдруг 31 августа 2022 года объявляют какую-то тайную эвакуацию всех китайцев из России. Что происходит? Что происходило тогда, в августе? Якобы всех китайцев, которых начали забирать самолетами, отвозили на военный китайский аэродром. Это была тайная секретная операция. Чем она закончилась, друзья, неизвестно. Никто не знает, чем закончилась та самая операция. И куда дели тех людей, которые, вероятно, нужны были какие-то, но не все же китайцы, которые работают в России. Но однако же мы знаем, что дальше было заседание шанхайской семерки, где присутствовался Си Цзиньпинь. По возвращению домой китайского руководителя посадили под домашний арест. Руководил операцией Ху Цзиньтау и при поддержке местного органа безопасности, такого же, как у нас ФСБ. И Ху Цзиньтау во главе ордена безопасности, органа безопасности, арестовал, посадил под домашний арест Си Цзиньпинь. После этого срочно в Китай вылетел Патрушев. О чем они говорили, как они договаривались, чем Патрушев угрожал Китаю, мы не знаем. Потому что по российским каналам этих новостей не было. Эти новости просадились через Индию. Индия была взбудоражена, поскольку это их ближайший сосед. И очень большое влияние и взаимодействие происходит между Индией и Китаем. Поэтому Индия была взбудоражена. Через Индию информация улетела в другие западные источники. Ну а соответственно, друзья, другие западные источники доступны были уже россиянам, которые перевели эту новость. И вот эта новость сегодня бродит по нашим социальным сетям, которые тоже взбудоражены. Путин под домашним арестом. И Цзиньпинь тоже под домашним арестом. Что происходит?